Провитание, поваженные подписчики канала Процветок. С вами Вольга Дуброва. Вопрос поступил. Какие многолетники цветут длительное время, с середины лета и захватывают осень? Как правило, при всех своих достоинствах многолетники грешат тем, что у них очень короткий период цветения. Появились весною, неделю 10 дней прошло, они исчезли. Появились поздней весною, 10 дней прошло, они исчезли. Но есть большая группа многолетников, которые имеют продолжительный период цветения. И при этом они неприхотливые и отлично украшают сад, огород и радуют наш глаз. Напомню про то, что, может, у кого-то еще нету, но очень распространенное, очень динамичное, яркое растение – это рудбеки. Кроме рудбеки гибридной, которая отличается разнообразием окрасок, это и красно-коричневый, и чисто коричневый, и с кольцом. И желтые, и бледно-желтые, и с серединкой черненькой и коричневой. Есть рудбеки, которые называются рудбеки блестящие, у них куст более компактный. И цветение ее будет, как и рудбеки гибридной, с июня до сентября месяца. А если вы будете удалять отцветшие цветоносы, то это цветение будет продолжаться и далее, до октября месяца. Одиночные цветки могут быть и в конце октября. Но это будет уже не массовое цветение. Хочу обратить внимание на новинку в цветочном мире. Это рудбеки западная. Почему новинка? Вроде бы она в 2002 году, но для цветоводства это еще совсем маленький срок. Она уникальна тем, что в привычном понимании широких лепестков нижних у нее нет. У нее трубчатые цветочки представляют из себя конус сантиметра 3-4, а снизу юпочка из прицветников зеленых ярких. И вот этот контраст между свечкой-конусом вишнево-коричневого цвета или практически черного цвета. Иногда в процессе цветения появляется такое колечко из деформированных трубчатых цветочков желтенького цвета. И выглядит просто как обручальное кольцо. Поэтому новая новинка такая среди рудбеки рекомендуем. Смолевки бывают разные, такое растение смолевка. И есть прямо те, которые сорняки, ничего себе не представляющие. Ну а из многолетних растений расскажу вам про смолевку шафта. Это растение исключительно многолетнее. И иногда может зацветать уже прямо-таки в мае месяце. И цветение ее будет просто неутомимым до поздней осени. Цветочки звездчатые, многочисленные и образуют такую прямо пышную-пышную куртинку. Можно даже посадить ее и в кашпо. И тогда вместе с чем-то будет смотреться очень красиво в компании соответствующих цветов. Тыщелистник. Ну для кого-то тыщелистник тавалговый считается банальным растением. Но дизайнеры очень любят, потому что цвет желтый динамичный. Вот эти щитковые соцветия очень длительно сохраняют свой цвет и свою форму. И вносят в композицию стройность, перетягивают на себя определенный акцент. Поэтому кто-то не любит, но для другого это будет игра цветом очень приятная. Затем тыщелистник птармика. Если кого-то не устраивает желтый цвет и высота полтора метра, то птармика цветения будет с июня до августа месяца. Но и дальше будет продолжаться единичное цветение в сентябре месяце. Что так даже будет оживлять очень наш участок. И очень любопытный тыщелистник, который называется войлочный. Он невысокого роста, до 50 сантиметров. Иногда просто прижатый к земле. В зависимости от сорта листики. Просто вот они как будто бы затянутые войлоком поработала какая-то рукодельница. И цветочки лимонно-желтые, что также очень немаловажно. Цветение с июля до сентября месяца. Редкие цветочки бывают и позже. Дальше само название уже красивое. Вероник аструм верджинский. Растение красивое, с мощной листвой. Правда высокого роста. Если у кого-то мало места, то лучше его не привлекать в свой сад. Но цветение у него длится с июня месяца у некоторых сортов. Есть такой сорт, который называется фасцинейшн. Зацветает в июне месяце и заканчивается цветение в конце сентября. Замечательно. И при этом у него просто вот... Ну, листва всегда декоративные, слегка растеченные. Но соцветия в таких мутовках изящных. И стреловидные, которые слегка изгибаются. И просто фантастически смотрятся даже у одного, если будет посажено одно растение. Кориопсис. Вроде бы банальное растение. Но некоторые его виды выглядят замечательно. Цветут неугомонно. Вносят вот такую желтую солнечную нотку. Иногда у нас саду мало желтого цвета. Это, конечно, Кориопсис грантифлора, у которого самые крупные, в том числе и махровые цветочки. Затем Кориопсис ланциолята, ланцитолистный, у которого узкие листики в мутовках. Он отличается очень обильным цветением. Ну и Кориопсис, который называется мутовчатый, он самый компактный и с очень рассеченным красивым листом. Цветение тоже все лето и до осени. Ну, не могу не сказать вам про лаванду напомнить, что лаванда тоже зацветает в июне месяце. Правда, заканчивает цветение в августе. Но там можно поиграть с сортами, можно поиграть, обрезать, не обрезать. И даже некоторые сорта после отцветания выглядят очень декоративно. И высохшие, и кому-то даже нравится, когда они высохшие и в зиму уходят. А кто-то собирает на сухие букетики. Люпин многолистный полифолиум. Где-то я прочитала, что это растение для сада ленивого интеллигента. Он потом насевается, имеет много окрасок, расщепляется. И можно уже регулировать по месту, где он у вас будет расти. И цветение его с июня, с июля месяца, с конца июня, июля месяца до сентября. Иногда даже и позже, но там уже меньше декоративность у него сохраняется. Эхинацея. Хоть цветения наступают у эхинацеи в августе месяце, но зато она будет цвести у вас до самых доморозов. И затем можно даже ее собрать, оборвать лепестки. Но не доводить до состояния, когда уже там будут перезревшие или попавшие под морозы. Обрываем лепестки, остается головка, которую можно использовать при составлении сухих букетов. Современные сорта настолько многообразны, что даже трудно угадать, что это эхинацея. Потому что давно уже сама вот эта вот, условно говоря, ромашка отошла от этой формы. И всякие невероятные, там и пауки, и вниз лепестки свисают. И самые невероятные окраски, начиная от зеленоокрашенных, оранжевых, розоватых, фиолетовых. В общем, все-все-все. Можете подобрать. Цветение позднее, но очень-преочень длительное. Ну и, может, так вот немножко обманулась, потому что само растение слегка обманщик. Это синеголовник, рингеум называется. И цветения наступают у него в июне-июле месяца. Вроде бы оно так и быстро заканчивается. Но весь эффект в этих удивительных растениях, различных видов, в том, что играют роль прицветники. Изящные, рассеченные различных оттенков фиолетового и синего. И прицветники, они сохраняют свою декоративность очень долго. Их можно даже высушивать, эти цветы, для зимних композиций. Ну вот, мне кажется, такой ассортимент порадует. Даже если вы возьмете 3-4 растения из предложенного мной ассортимента. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.